Здравствуйте, любители игры на фортепиано! Сегодня у нас 11-й урок, и на этом уроке мы разберем произведение современного норвежского композитора Рольфа Ловланда «Песня таинственного сада» Зонг фронт Секрет Гарден. В разборе этого произведения нам помогут ноты, взятые из сети. Вот этот листочек я распечатал из сети. Это фортепиано-переложение той самой музыки, о которой мы сегодня пойдем речь. И автор этого переложения некий Баландин, С. Баландин, ну, возможно, Сергей Баландин. Я говорил, что исполнитель прежде всего должен понять то, что он будет учить. И в нашем случае, ориентируясь вот на эти самые ноты, мы попытаемся докопаться до авторской идеи, до того, с чего, собственно, и началось сочинение этой музыки. То есть мы должны изучить мелодическую линию и гармонический план. Прежде всего, надо понять, в какой тональности написано это произведение. Но опытному музыканту сразу это понятно, потому что он видит три бемоля при ключе и заключительную ноту до. Строя трезвучие от ноты до, с учетом бемоля, которая там есть, у нас получается до-минодное трезвучие. Это и есть наша тоника, определяющая тональность. Чтобы понять, какие клавиши или звуки композитор использовал в этой мелодии, надо для начала сыграть гамму. Потому что именно звуки гаммы будут использованы в мелодии. Ну, давайте ее сыграем. Вы заметили, что здесь попалось нам три черные клавиши. Давайте их посмотрим. До, ре. Следующий звук ми, но она черная. И называть ее надо ми бемоль. Не ре диез. Ре-то мы уже прошли. А именно ми бемоль. Бемоли понижают, в отличие от диезов, которые повышают. После ми идет фа, соль. Дальше идет ля, но она с бемолем. Ля бемоль. Дальше си, но она тоже с бемолем. Си бемоль и до. Таким образом, три черные клавиши. Си, ми и ля. Надо запомнить, что именно эти участвуют. Вот этим запрещено. Этим можно. Давайте еще разочек грамму. Итак, три бемоля. Я смотрю в ноты. И вижу, что первая нота нарисована на второй ступеньке. Значит, это нота соль. Надеюсь, это все помнят. У нас же был небольшой урок посвящен нотной грамоте. А дальше надо ориентируясь на рисунок, на графику. Куда движется? Выше? Ниже? На скачок или на соседнюю клавишу? Я вот вижу, что после соль идет скачок на до, а потом подряд звуки. Я бы хотел, чтобы этот урок контролировали вместе со мной именно по нотам. Потом маленький прыжок. Остановка на ре. От ре идем дальше. Остановка на до. Давайте еще раз посмотрим. Итак, от ноты соль движение пошло вверх. Кстати, это аккордовые звуки тонические. Они подсказали композитору. Ведь, скорее всего, он вначале тоже сыграл тонику. И потом. Вторая фраза зацепилась за первую. С этой же ноты. А третья за ре зацепилась. Остановились на столь. Это хоть и есть аккордовый звук тоники, но он также входит и в доминанту. Ощущение неустойчивости присутствует. И композитор продолжает дальше. Вы заметили, что все то же самое. И только последняя нота не сюда, а вот сюда. В тонику. У нас получилось сложное сочиненное предложение, где была запятая на нота соль и точка в тонику. Так что учить нужно только половину того, что я сыграл. И только в конце изменив второе построение, у нас все и получится. Посмотрим, что там у нас в левой руке. Ну, поскольку я хорошо умею читать ноты, я сейчас сразу буду играть. 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 Ну, что я могу сказать. Конечно, каждый волен делать по-своему. И Баландин сделал так. Но вначале я у него видел аккомпанемент из трех звуков. А потом появились еще трех. Я думаю, что тот и сейчас изменится. Однако он опять возвращается к трех. Значит, может было там не играть четвертый. А просто бы вот так сыграть. Ну, а тут уже пошли заморочки. В левой, в правой руке в мелодии появились двойные ноты. Вы знаете, я немножко буду править этот текст. А на сайте мы выставим и эти ноты. И мои. Я не хочу сказать, что они упрощенные. Я думаю, они просто логичны. Более точно будут соответствовать хотя бы идее композитора. И именно помогут вам быстрее, нежели вот эти ноты, сыграть эту пьесу. Итак, в аккомпанементе я заметил три звука. Что это за звук? Давайте вот этот ми бемоль отправим сюда. Таким образом, перед нами трезвучие. В тесном, в компактном таком положении, расположении. А если этот звук вынуть и перенести на октаву, это будет такое же трезвучие, но звуки будут расставлены широко. Оно так и называется. Трезвучие в широком расположении. Кстати, мы о нем говорили на каких-то там уроках. Сейчас, верно, мне сейчас трудно вспомнить. Там даже есть картинка. И была, по-моему, такая фраза. Для того, чтобы естественно перейти в широкое, надо средний звук перенести на октаву вверх. Вот что и надо сделать. И вот это и будет основой нашего аккомпанемента. На этом, на этих двух звуках, будет построено наше арпеджио. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А здесь небольшая мелодическая линия. Значит, получается. Не нужно, так сказать, лукаво долго там мыслить, а сразу научиться играть вот эти вот самые арпеджио. Но ведь они же откуда появились? Из аккордов. А давайте посмотрим тогда. Вернемся к нашей гамме. И посмотрим на все аккорды, которые находятся на ступенях гаммы до минор. Потому что из них потом надо будет делать эти самые арпеджио. Вот мы увидим до минор. Мы будем по нему идти. Мы знаем, что эту клавишу брать нельзя. Мы ее пропустим, а потом ее сыграем на октаву выше. Для этого мы должны увидеть первоначальный вид аккорда. Итак, на первой ступени понятна наша тоника. На вторую попал уменьшенный аккорд. Вот я сейчас здесь играл. По-моему, его здесь не было. Третья ступень. Ми-бемоль-мажорное трезвучие. Четвертая от фа. Фа-минорное трезвучие. Кстати, относится к доминанту. Так на всякий случай. Пятая доминантовая ступень. Минорное трезвучие. Однако, очень часто в европейской музыке вот эту седьмую ступень в гамме повышают. И доминанта становится мажорной. Вот здесь она нам будет нужна. Кстати, здесь композитор использует и мажорную. Вот в той части, которая сыграла, будет мажорная. А дальше еще, ну, дальше, это чуть попозже, там и минорная будет. Итак, на пятой ступени может быть и мажор, и минор. Шестая ступень. Ля-бемоль. Ля-бемоль-мажорное трезвучие. Седьмая. Си-бемоль-мажорное трезвучие. Ну, и дальше опять тоненько. Играя все эти трезвучие, я, естественно, использовал черные клавиши. Теперь, зная эти трезвучие, неважно, как я их играю, можно научиться, ну, с помощью, может быть, правой руки, увидеть их в широком у нас положении. Вот до. Вот отсюда. Ну, например, от Си-бемоль. Вот Си-бемоль. Ре нам нельзя. А вот Ре. Ну, посмотрим, как сыграть от Ля-бемоль. Вот он Ля-бемоль. До пропускаем. Вот Соль-мажор. Вот Фа. Увидели, да, сначала квинта. Потом достаем тот самый вот звук. Который был в аккорде пропущен. Теперь, зная порядок аккордов, которые использует композитор в этой мелодии, а вот он такой. До-мино. Фа-мино. Си-бемоль-мажор. Ми-бемоль-мажор. Ля-бемоль-мажор. Фа-но. Соль. Вы себе можете на листке даже написать, и на сайте вам выпишите аккорд. Теперь вы их берете, но берете уже в виде широких арпеджио. Вот он пошел от но. Вот от фа. От си-бемоль. От ми-бемоль. Если бы баландин был этот звук, мы его не берем. От ля-бемоль. От фа. Мы вот идем сюда. Мы заполняем это расстояние. Это позволяет нам сделать время и более изысканно сыграть в данном случае аккомпанемент. Итак, чтобы научиться играть вот эту первую часть, вам просто необходимо отработать. Кому непонятно. Да вроде бы уже все понятно. Аппликатура. Ну, примерно вы растягиваете руку, и увидите, что туда попадает второй порез. Иногда можно использовать третий палец. Вот здесь, например. Ну, а здесь по первому амбертонам, вы помните, да? С переносом. На этом у нас первый фрагмент закончился. А следующий точно такой же. Те же самые аккорды в левой руке, я имею в виду движения по широким трезвучиям. И вот последний, только не в доминанту, а в тонику. Причем мы ее тоже сыграем так же, как в доминату, с заполнением. Вот он. С заполнением. Там у нас было... А здесь у нас Таким же приемом, такими же пальцами. Вот это и есть первая часть нашей музыки. Напомню, что у Баландина здесь было достаточно сложно. У него вот были такие... Мы это все отмели и оставили только один, чтобы не морочить голову. Прием из трех звуков парпедж. Две строчки закончились. Следующая. Следующая мелодия начинается от звука Ре. Но это легко найти, потому что закончилась на До. У нас как было? Я смотрю на До. А следующая нота написана на четвертой линейке. А До, как известно, перед четвертой, между третьей и четвертой. Значит, следующая Ре. Смотрю в ноты. Рекомендую тем, кто еще не очень хорошо знает нотную грамоту, смотреть в ноты и указательным пальцем самому помогать двигать по тексту. А здесь, не отрываясь, играть на ощупь. И так я вижу. Рядом ноты потом... Прыжок и тут у Баландина идет задержка этой ноты. И только потом До появляется. Не будем этого делать. Сразу направим в ноту До. Еще раз говорю, чем проще будет выглядеть текст, я говорил на каких-то занятиях, чем удобнее нам потом его поварировать. Здесь появились опять арпеджи, но Баландин дает четырехзвучные. Вот такие. Мы же сохраним старые. У нас появится, поскольку здесь четыре, мы играем три, возможность паузы, переноса руки. И это можно не делать. Просто одна нота. Тем более дальше... Вот она, одна нота. Вот этого же нет. Кто-то захочет вот так разукрасить эту ноту, ради Бога. Но писать в тех нотах, которые я вам выставлю, будет только звук си бемоль. Вот этого не будет. А вот сюда неплохо бы вставить такой маленький подголосок. Подголосок это тоже своего рода маленькая мелодия. Поэтому приходится правой руке бросив, закончив основную мелодию, помогать левой тут сыграть. Левой надо и миби может сыграть, и бас сыграть. Так пусть правая придет, поможет. Вот правая пришла и опевает этот звук. А левой нажимает до. И потом через соль. То же самое. Вот она помогает. И так. Немножко разнообразился аккомпанемент. Помимо уже традиционных наступил момент подголоска. И здесь уже не надо играть три звука, а достаточно два. Мы пропускаем вот тут второй и сразу идем сюда. В широком трезвучии напоминаю три. Так вот, когда мы подошли к соль минору, ре играть не надо. Ре вот здесь будет. Такой красивый ход будет. Гармонию опять на сайте выставлю. Я напишу. Ну, зачем нам вглядываться в эти черточки? Достаточно увидеть А с бемолем, значит, или А бемоль. Бе с гемолем, значит, или Си бемоль. И играйте себе эти аккорды. А на соль, напоминаю, надо сразу бежать на последнюю третью ноту, пропустив. И правой рукой направить в до минор. Здесь басовый ход делает. Посмотрим на мелодию. Дошли до до. А до дальше пошли. Остановились на си бемоль, тут сбегали, помогли. Помните? Сюда сходили. Дальше. Смотрите, как похоже. Вот это сюда. Когда мы сюда на ноту до прилетели, то у нас было здесь небольшое движение с попаданием в силу моря. Мы сдвинулись на тетцию, и мелодия сдвинется. Дальше. Дальше. И мы вернулись в первую часть. Я ее даже играть не буду. Но вот тут надо посмотреть, что же там произошло. Итак, во второй, средней части Сначала сюда была мелодия. Потом сюда. Третья фраза. Опять туда же. Но уже с использованием не ля бемоля, а ля бекара. Ля бекар. Это просто наше ля. Бекар – это знак отмены. У нас должен быть телеми бемоль. Вот он тут стоит. Я вижу балладину. Значит, надо играть просто ля. А здесь его нету. Значит, надо ля бемоль играть. Так, еще раз пройдем по фразам. Вторая. Третья. Очень похоже на первую. Но с ля бекаром. А теперь уже снова с бемолем. Идем к ноте. Соль – это пятая ступень. Которая, как всегда, неустойчиво просит продолжения. И мы попадем потом в продолжение. То есть вернемся в первую часть. Какова гармония? Ну, у Барландина опять же четырехзвучный. Вот что я делаю. Знаете, я их тоже ликвидировал. Оставляю только три. Почему эти три звука? Ну, возвращаем до сюда. И видим, что здесь уменьшенный трезвучий. Мы когда-то про него говорили. Оно будет у вас написано. И вы его увидев, А-Ти, сразу поймете, что это уменьшенный трезвучий. Вот она у вас перед глазами. Вы пропускаете средний звук. Потом его находитесь через октаву. Спустите, а это что такое? У вас будет... Ну, я по звукам смогу вот этот фадес сюда поставить. То это Ре-мажор. Вот я у него вынул в другую сторону, отнес фадес. Это Ре-мажор. Просто звуки переставлены. И запись будет такая. В числителе будет написан Де. Это Ре-мажор. Потом дробь. И в знаменателе будет написан Фа-диез. То есть это говорит о том, что здесь действует гармония Ре-мажора. Но играть его надо от Фа-диеза. Это его обращение. Следующий аккорд Соль-минор. Это наша доминанта минорная. Помните, я говорил, что она у нас в второй части будет не только мажорной, но и минорная. А из-за что так? Ми взятый отсюда, так это до мажор. Опять, немножко с переставленными звуками. И это тоже будет написано как С, дробь. А здесь звук Ми будет указан в басу. Так, что получилось? Уменьшенный. Ре-мажор. Соль-минор. До-мажор. А вот здесь сыграем по четыре. Фа-минор. Вы помните, с переносом пальца. Помните, мы такое делали. На бас чуть пониже опустился. И пройдем мы по таким звукам. Я не буду пока, наверное, объяснять, что это такое. Просто запомните. Уменьшенный. Ре-мажор прошли. Соль-минор. Сейчас будет до-мажор, но от звука Ми какая разница. Пошли фа-минор. Четырехзвучные. Про фа-минор. Итак, у нас был фа-минор. Он же, но в басу, применился Ми бемоль. Это будет тоже у вас написано. В числителе фа-минор останется, а бас пойдет в Ми. И, наконец, вот такой окор, который надо просто пока запомнить. Они тут рядышком все. Сыграем всю среднюю часть. Сыграем всю среднюю часть. И про этот бас сейчас, посмотрите. Ждется остановиться. Итак, после того, как были вот эти подголоски сделаны, и левая рука нажмала основной звук, у нее еще было время, чтобы пройти сюда. А в том случае, когда была соль, она через ноту соль уходила в фа. Давайте еще раз проследим за левой рукой. Пока идут широкие телезвучия. Вот от Си бемоля пошло. Вот идет соль минор. Пропускаем, помните? Оббиванием красиво. И обратите внимание, вот туда, смотрите, сейчас бас пойдет. Фа. Опять широкие, это легко. Стоп. Пропускаем себе моль, прыгаем на соль. Помогаем тут красиво, оббиваем до. Туда, смотрите, пошел бас. Си. Опять широкие, но здесь уже понятно. Четырехзвучные. Мы вернулись в основную тему. Ну, вот что мы переделали по сравнению с текстом Балантина. Ну, во-первых, у нас был один шамон. Широкие ходы по телезвучию. А педжио связаны с телезвучием в широком расположении. Это раз. Дальше у нас было Вот такое небольшое опевание. Но оно было оправдано. Мы его сделали дважды. Было оправдано. И, наконец, были Использованные обращения. Но их все равно было по три штуки. Это очень удобно играть. И только в одном месте, вот точно как у Балантина. Вот здесь. Правда, я вот здесь немножко изменил. Кто смотрит по ноте и будет играть, он, наверное, это изменение увидит. Но я еще раз повторяю, что мои ноты будут представлены. Будет два варианта. Вот этот, который из сети. И тот, который я вам предлагаю. Ну что, попробуем сыграть полностью. Так. Пожалуй, я сыграю прям по своим нотам. Который я уже, конечно же, подготовил. Я не просто их написал. Я еще проставил вот эти аккорды в обозначении. Поэтому те, кто плохо ориентируется в левой руке, в басовом ключе, увидев СМ в до минор, моментально вынуть отсюда ноту и сыграю это. Ну а кто знает нотную грамоту хорошо, ради бога, играйте по нотам. КОНЕР МОИ КОНЕР Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот так Ронда из восьмой сонаты, из патетической сонаты Вообще, есть какая-то песня По-моему, «Морзянка» называется Что-то там над Диксоном А вот Джо Досен Опять он использует эти четыре ноты Мало того, он еще и туда идет и назад По ним возвращается Розенбаум тоже это придумал Но попал вот сюда Приходите к нам на огонек Этого Розенбауна Это вот Джо Досен Смотри, какое небо звездное Смотри, звезда летит, летит звезда Хочу, чтоб зимы стали весны Вот такая была песня Сейчас что-то не могу даже вспомнить автора Вообще вот И такая музыка была в одном известном кино Это что касается вот этих четырех И обратите внимание, что они все Вот эти все музыки Которых я тут скользко упомянул Они независимы друг от друга Имея четыре мелодические ноты одинаковые Но в разных ситуациях Метроэлитмических, тембральных и темпровых Они совершенно самодостаточны И никто тут никого не копирует И никаким полиастом не занимается Но сейчас попытаюсь сыграть То же самое на синтезаторе Ну вот исполнение той же самой музыки Но не фортепианом, тембром А тембром фортепиано с добавлением струнных Метроэлитмических, 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 тембром Продолжение следует...